Группа «Вагнера» продолжает тренировать спецназ МВД Беларуси – АСВ. В декабре 2023 года персонал «Вагнер Групп» продолжал тренировать спецназ и военных в Республике Беларусь. Россия усиливает военное присутствие на территории страны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны – АСВ. Независимая белорусская мониторинговая группа «Хаджан Проджект» 1 января сообщила, что неустановленное количество сотрудников «Вагнера» тренировало личный состав отрядов специального назначения МВД Беларуси – «Торнадо», «Шторм» и «Тайфун», а также личный состав белорусской 51-й артиллерийской бригады – личный состав «Вагнера» также обучает курсантов на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск Белорусской военной академии. Спутниковые снимки показывают, что в ноябре и декабре 2023 года количество военной техники в лагере «Вагнера» в городах Цели и Осиповичи, Могилевская область, уменьшилось на 30%. Группа «Хаджан» предполагает, что силы «Вагнера» могли вывести технику в Россию или передать ее регулярным вооруженным силам РФ, кроме того, сообщается, что в декабре 2023 года Россия доставила в Беларусь около 5 миллионов боеприпасов. Белорусское сообщество железнодорожников заявило 8 января, что поезд с боеприпасами выехал из Барнаула, Республика Алтай, 10 декабря, и достиг места назначения в городе Голинец, Могилевская область, 22 декабря, деятельность «группы Вагнера», на территории Беларуси. После смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК «Вагнера» перебросили в Беларусь. По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК «Вагнера» вошли в состав Росгвардии. В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.